Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Я успел обновиться и у меня открылась новая ветка БЗ-75. Тяжелые танки Китаем заехали к нам в игру и я лично этому очень рад, потому что там появилось что-то новенькое на тесте, а машины меня в принципе порадовали своей играбельностью. Ну а что касается БЗ-75, то я уж однозначно буду открывать ее у себя на основном аккаунте, потому что машина действительно стоящая и это такая себе, я бы сказал, вполне нормальная альтернатива ВЗМ-113. Машины играются абсолютно по-разному, ну и соответственно в этом и прелесть добавления новой тяжелой машины именно в дереве Китая. Что собой БЗ-ха представляет по ТТХ? Ну начнем с того, что у нее два орудия, то есть есть одно орудие базовое, которое вы получаете сразу, как только БЗ-шку открываете, и плюс еще есть топовое орудие, которое обладает совсем другими техническими характеристиками. Покатаем сейчас в этом видео и на одном орудии, и на другом. На базовом орудии мы имеем 460 единиц альфы, это не очень много, но 10,5 секунд перезарядки суммарно дают 2600 единиц ДПМа. Не самый верхний показатель на уровне, но вполне себе приемлемо. При этом всем орудие сводится за 3,2 секунды, а разброс составляет 0,35, что в целом для тяжелого танка вполне себе приемлемый показатель. Голдовые снаряды на базовом орудии кумулятивны, 390 единиц среднего урона и пробитием 325. Короче говоря, проковыряете любого соперника. Угол склонения орудия вниз минус 8, и с учетом наличия брони в башне, это очень даже круто и приятно. Если вы определитесь на том, что играть будете на топовом орудии, то топовое орудие это такой себе альфач, у которого существенно повышается время перезарядки практически на 6 секунд, при этом падает значительно ДПМ и составляет всего лишь 2283 единицы, увеличивается время сведения, слегка увеличивается разброс, но при этом всем, ребят, вы имеете 620 единиц урона на базовом снаряде. И вот здесь, ребят, голдовые снаряды уже не какие-то там подкалиберные или что подобное, а осколочно-фугасные с повышенным пробитием. Хэш-фугасы на 180 мм пробития брони позволяют вам вполне спокойно пробивать в бортину, но я уж не говорю про корму, любые средние, уж тем более легкие танки, да и некоторые тяжи тоже будут от вас страдать. Короче говоря, 180 пробития, которые выдают целых 780 единиц разового урона. Ну и что касается осколочно-фугасных, то здесь 65 мм пробития дают вам 920 единиц урона. Да здесь, блин, бабаха и яга Е100 позавидовать могут такому разовому урону, но тут, правда, придется постараться искать соперника именно со стороны кормы. В общем, кого-нибудь крайне слабо забронированного. Что касается брони, ребят, броня здесь есть и броня здесь толковая, приплюснутая башням, хорошие углы приведенки по желтым вот этим зонам, маленькие ком-башенки, которые фиг выселишь, да они еще и броней обладают, и существенная полоска брони по центру башни. Короче говоря, когда отыгрываете вот в такой вот позиции от башни, прячете свой нижний бронелист, который, да, здесь довольно-таки большой, но находится под крутым углом и, соответственно, в игре смотрится совсем по-другому, имеете довольно-таки крутую броню, плюс к тому еще и в двух вот этих верхних бронелистах. По бортам стоит обратить внимание, хоть башня и очень большая, здесь 180 миллиметров, фугасы вам однозначно не страшны, ну а что касается бронебойных, ну, понятное дело, пробивать будут. Корма здесь полностью картонная, но это, в принципе-то, и неудивительно. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, здесь действительно есть на что посмотреть, как вы видите, на нашем орудием, которое не является ДПМным, но является альфовым, то есть на топовом орудии, мы имеем 2300 здесь в сравнительной таблице ДПМа, и это ниже, чем у всех остальных проходных машин. При этом 250 миллиметров пробития, тоже далеко не самый лучший показатель, прямо говоря. Единственный, кто сравнивается по пробитию с нами, это Маус, и тут, ну, как бы, не особо есть чем хвастаться. Альфа 620. Да, есть машины, которые выдают 680, 630, но прелесть этого орудия, как я уже сказал, именно в хэш-фугасах. Ну, и что касается времени перезарядки, то да, оно существенное. Многие машины имеют меньшее время по перезарядочке, но в целом к этой машине просто необходимо привыкнуть, необходимо ее понять, и тогда уж вы поймете, в чем прелесть БЗ-75. Что касается скорости, довольно-таки неплохо. 40 километров вперед, это много, по сравнению со многими другими машинами на уровне. Понятное дело, с Маусом даже сравнивать не будем, но, скажем так, Type-71 куриц в стороне. Что касается FV-215B, если вдруг еще кто-то на нем играет, или продолжает играть, то вот здесь уже ноздря в ноздрю, ну, и, понятное дело, есть кто там, кто получше. Что касается сравнения конкретно с ВЗ-хой, 113-й, то это, как я уже говорил, абсолютно два разных тяжелых танка, и по ТТХ, допустим, по орудию, и по подвижности, понятное дело, что ВЗ-113 выигрывает у нас. Но все-таки Альфа-400 против 620 Альфы за выстрел, это действительно существенно. Поэтому ВЗ-75, это однозначно машина, в первую очередь, для тех ребят, которые любят именно Альфачей, а не просто скорострельные машины. Ну что, ребят, обсудили. А теперь поехали, затестим машину на базовом орудием. Сейчас убедимся в том, что именно базовое орудие у нас осталось активным. Ну и посмотрим, на что машина способна именно с этим стволом. Ну что, ребят, давайте начинать тестить. Посмотрим, куда сейчас ринутся наши тяжи. Все поехали налево, соответственно, и я сюда попрусь. Что касается подвижности машины. Вполне себе подвижный тяжелый танк, с учетом его размеров, с учетом наличия у него брони в башне, и не только в башне. Я лично считаю, что подвижностью машину явно не обделили. Под горку тянется не очень приятно, это действительно факт. И, скажем так, быстро куда-то вот так вот проскочить, навряд ли будет получаться. Что касается точности. Ну, согласитесь, довольно-таки точно, на вполне себе дальнем расстоянии. Ну, а что касается того, чтобы держать удар, то, как вы видите, два непробития, как с куста. И я лично считаю это тоже довольно неплохим показателем качества бронирования данной машины. Что касается моего конкретно предпочтения по орудиям, то я все-таки отдаю предпочтение, безусловно, орудию с более высоким разовым уроном. Ну, во-первых, в этом фишка, в принципе, самого танка. Ну, а во-вторых, на том орудии делать большие результаты по настрелу получается как-то гораздо проще. Здесь, да, ты накидываешь по 480, там, 485, как сейчас, но все равно далеко не предел мечтаний. Так, поджали меня немножко здесь снизу. Ну, в принципе, сам виноват, сам сюда взорвался, перекатиться не успел, но если бы начал перекатываться, я думаю, что чем хорошим бы для меня это не закончилось. Так-с, поднимаемся наверх. Добираем прогу, ну, а вот теперь можно и отваливать вниз. Так, вот она БЗ-шка, как мы ее видим в собственном прицеле. Ну, вот таким вот образом она выглядит. Я бы сказал, что довольно круто, вопросов нет. И я бы не сказал, что прям совсем лакомый кусок, но только в случае, если вы на ней стоите исключительно в прямой проекции к своему сопернику, и, соответственно, это позволяет вам нормально танковать. Ну, вот такой вот бой получился на базовом орудии. Не могу сказать, что я удовлетворен результатами. Может, конечно, машина и немножечко получше, но как есть, так есть. Дожидаемся окончания боя и прыгаем в следующий бой, но уже на топовом орудии. И, в принципе, то орудие, в котором и спрятана фишка данной машины. Итак, ребят, 1580 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник. Я мог бы выбросить данный бой, но я этого, как вы знаете, у себя на канале не делаю. Как бой сложился, так он сложился. Это абсолютно честный обзор машины, поэтому не собираюсь ни от кого скрывать ничего. Может быть такое, что и в такие замесы будете попадать, да и понятное дело, что такие замесы у вас однозначно будут. Получалось ли у меня во время теста на базовом орудии делать на машине лучшие результаты? Да, конечно, получалось. И вполне спокойно выезжал минимум с 2500 единиц урона. Если не было вот такой игровой ситуации, как у меня сложилось, а именно я не упоролся где-то там в низине, с двух сторон зажатой соперниками. Понятное дело, что вывернуться в той ситуации было довольно-таки сложно, а, к сожалению, подвижности, ну а в частности тяговое оружение, чтобы подняться быстро в горку, у машины действительно не хватает. Это факт. Теперь, ребят, переходим на топовое орудие. И мне кажется, что здесь должно быть все гораздо приятнее, и гораздо интереснее. Берем с собой тройку-другую, так, секундочку, тройку-другую хэш фугасов, осколочно-фугасных, с пробитием в 180 средних единиц. Ну и, соответственно, все это дело пополняем и отправляемся в следующую катку. А вот здесь, мне кажется, мы должны накосить урона гораздо больше. Ну что, ребят, поехали. Я, честно говоря, не хочу ехать сейчас на направлении тяжелых танков, для того, чтобы заниматься исключительно стояловым, хотя вот там вот, наверху, над точкой D, отыгрывать от бордюров мостиков, сугубо в одну башню лишь показывая, действительно на данной машине классно. Я это проворачивал несколько раз, пока тестил машину, и в целом в этом что-то есть. Но все-таки мы взяли с собой орудие, которое обладает повышенным уровнем альфы, и, соответственно, нам необходимо еще и попытаться затестить, как-никак, наши хэш-фугасики, которые должны накидывать существенно больше. Козырно фвшка стала, но 752. Маловато, конечно. Не знаю, куда ему там сейчас прилетело, но я ожидал большего. Обидно, конечно. Я ожидал хотя бы 900 своих среднего урона увидеть, но ладно, подкатимся чуть ближе, за это время как раз перезаряжаемся. И, кстати, 16,3 секунды, это не так уж и много. Если, скажем так, прочувствовать машину, привыкнуть к этому времени перезарядки, то можно вполне спокойно отыгрывать, и время перезарядки не будет вам казаться настолько безбожно страшным. Такс, ну что, поехали. Блин, точку не дозахватил. Баранина, согласен. Хэш-фугас 784. Итого, ребят, получается уже 3 результативных выстрела на хэш-фугасах. И, да, придется, играя на данной машине, ну а, в принципе, на десятках-то проходных мы зачем играем? Для того, чтобы кайфануть. Так вот, на данной машине, да, придется тратить серебро для того, чтобы получать, ну, гораздо больше удовлетворения от того, что происходит в бою. Блин, как обидно. Попал ему в гусли, и, соответственно, гусли сожрали весь потенциальный урон, который можно было накинуть. Заканчиваются у нас потихоньку соперники, в которых можно хэш-фугасы засовывать, ну, прям совсем практически не думая. И это очень обидно, потому что мне бы хотелось все-таки по максимуму реализовать возможность вот этого бешеного пробития на фугасах и, соответственно, таким образом накидать как можно больше урона. Ну, бог с ним. Как есть, так есть. Что касается точности на орудии с вот этими хэш-фугасами, с орудием топовым. Точность остается хорошей, вполне себе приятной. Что касается времени сведения, да, оно существенно увеличивается, и это действительно чувствуется. Ну, и это все приводит к тому, что в первое время, я думаю, хотя бы первых 10 каток на данной машине на топовом орудием, когда вы будете играть, ну, в любом случае, ребят, вы будете сначала привыкать к этому показателю, привыкать где-то на интуитивном уровне к времени, сколько вам конкретно в конкретной ситуации понадобится времени на то, чтобы свестись и выстрелить. Но когда вы свелись, то можете смело рассчитывать на то, что вы сделаете точный, качественный выстрел, который, ну, с вероятностью, не знаю, там, более 90%, даже на дальних расстояниях снаряд прилетит именно в ту точку, которую вы выцеливаете. Безусловно, есть какие-то подкрутки периодически от игры, где-то как-то может косануть орудие, но я бы не сказал, что это прям какая-то, не знаю, система, да, есть такие у нас машины, которые постоянно по краям прицела бьют, по краям разброса, это орудие не отличается такой пакостью. 4526 единиц урона, два уничтоженных соперника, и все это благодаря именно вот этому топовому альфовому орудию, которое, ну, прям совсем меня радует. Именно за этот показатель и за возможность его получать практически в каждом бою, если вы не будете упарываться, как я говорил, как я это сделал, допустим, в первой катке, признаю, признаю полностью свою вину в данном случае, я не супертанкист, я обычный игрок такой же, как и вы, и я не умею нагибать прям в каждом бою, ту, скажем так, с вероятностью в 100%. Моя статая колеблется от 50 до 55% и с вот этой статой, с моими умениями играть, мне бы за 75 зашла на все 200. Именно поэтому на основе я планирую данную тачку себе однозначно открывать и, скорее всего, она даже затмит для меня ВЗН 113-го, по крайней мере, в дереве китайских танков. Ну что, ребят, я пошел снимать следующее видео специально для вас, еще очень много чего надо проверить, проверить ребаланс девяток, в частности, КПЗ-70 меня интересует. Мне необходимо еще провести стримчик, на котором мы, ребят, будем проходить полностью всю вот эту веточку, будем тестить все машины дерева Китая, ну, в частности, я имею в виду ветки БЗ-75. Всех жду на стриме буквально через час-другой, ну и, соответственно, кто хочет все это дело не пропускать и кто за свежие новости и за честное мнение обо всем, что в игре происходит, прямо сейчас подписывайтесь на канал и жмите лайкос данному видео. Стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok